Никита, ты первая победа, когда вернулся в UFC. Ты победил в процессе. Как хорошо это чувствует сейчас? Как ты чувствуешь себя в UFC? Круто. Очень здорово себя чувствую. Здорово, что мне дали Сен-Пру. Отлично, что он согласился. И, в принципе, мой угол даже не нервничал, поэтому я доволен. Я очень счастлив с моей профессией. Я очень счастлив, что UFC дали мне Сен-Пру. Я счастлив, что он согласился. Потому что я очень хотел обмануть эту победу. Что ты думаешь, что было другое в этом реванше? Что по-другому было? Пять лет прошло. Я вырос. Можно сказать, даже возмужал. Потому что на момент нашего первого боя я тренировался всего два года по ММА. Сейчас это уже семь лет. Поэтому результат на лицо. Это пять лет. Первый раз мы встретили, я только два года в профессиональном ММА. Этой раз у меня было много времени, чтобы подготовиться. И я повернулся как борьба. И, да, я просто чувствую себя совершенно разнообразно от первого. Что это делать для тебя в твоей карьере? И пытаясь укрепить уровень в этой левейной дивизионе? Как думаешь, что тебе даст победа на ЦНПРУ в плане продвижения в дивизионе? Я думаю, надеюсь, что меня внесут в ТОП-15. Возможно, в ТОП-10, так как победа была досрочно. Буду ждать новых предложений. В принципе, мы никогда не отказываемся от боев. Поэтому интересно, что предложат организации. Ну, я очень надеюсь увидеть себя в ТОП-15, ТОП-10, потому что я закончил борьбу. И я буду ждать следующего противника. Я никогда не отказался на борьбу в моей жизни. Поэтому я очень рад, что у меня будет мне в следующий раз. Я думаю, что это твой 32-й про-файт. Ты еще никогда не был в первую очередь. Какой стиль в твоей карьере? У тебя уже 32-й твой бой. И еще не было победы по очкам. Что это за стиль у тебя? Такое, что ты постоянно заканчиваешь бои досрочно. Я не в любительском спорте. Я не любил давать кому-то решать за себя. Несоответственно, в профессиональном. Мне хочется все решать самому. И лучше не доводить до решения, как по мне. Ты знаешь, даже когда я был амитар, я никогда не хотел, чтобы кто-то решать для меня. Поэтому я всегда пытаюсь завершить борьбу, до того, чтобы решить. Мы видели, что с Джон Джонсом, и он очень активно защищает борьбу. Это требует 2-3 победы, и эти ребята борются за титул. Что ты чувствуешь, что ты можешь сделать? Как далеко от тебя получать возможность? Сейчас Джон Джонс очень часто проводит бои. И в таком климате, в котором мы живем в UFC, буквально 2-3 победы, и у тебя уже может быть шанс встретиться с Джонсом. Что думаешь по этому поводу? Нужно провести 2-3 победы. Тогда мне нужно 2-3 победы. Как ты чувствуешь, что с Джонсом? Как думаешь, если ваш поединок состоится, в каком он будет стиле, как он будет выглядеть? Я могу поменяться к этому времени, может поменяться мой стиль боя, все что угодно может измениться. Разные кондиции, бывает время выхода на бой, сейчас я не могу ничего говорить о таком далеком будущем. Я очень рада за этот матч-ап, но в том, как стиле и как он будет выглядеть, я уверен, что я буду развиваться как борьба. Потому что после 2-3 победы, я буду развиваться еще больше. Потому что я развиваюсь в каждом борьбе. Знаешь, когда ты любишь борьбу? Когда ты хочешь провести свой следующий бой, например? Когда ты хочешь провести свой следующий бой? Я в полном порядке сейчас. Мне нужно пару-тройку недель на то, чтобы побыть семьей, восстановиться, я могу приступать к тренировкам. Если летом состоится третий турнир UFC в России, то мне было бы очень приятно там выступить. Я не имею в виду никаких болезней, поэтому я просто нужна несколько недель, чтобы быть с моей семьей, и тогда я готова. Но я также слышал, что UFC будет еще раз в России, поэтому если это случится, я действительно хочу быть там. Я смотрел несколько сезонов. Я смотрел несколько сезонов. О, последние сезоны будет. Сейчас последний сезон будет. Какие твои прогнозы? Кто окажется на троне? Нужно посмотреть у букмекеров. Я очень хочу видеть все остальные сезоны. Все хорошо. Все хорошо? Все хорошо. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok